Вы работали в ботаническом саду, где мы познакомились. Было дело. Следили за плодовым садом. А это почти как ленинская премия в свое время. Следить за плодовым садом, за коллекцией в главном ботаническом саду имени Цицына, это почетно. Да, довелось мне там поработать, но, к сожалению, стало мало денег. Мало денег. То есть в ботаническом саду и для научных работников, хорошим профессионалам платят мало денег. Я не был научным работником, я там работал агрономом. Я всю жизнь работаю агрономом до 1998 года, как закончил институт. Хорошо. Давайте тогда, как любитель с агрономом, поговорим. Сначала о самом главном. Сейчас у нас весна. А что весной у нас обычно бывает? Весной обычно бывают заморозки. Ну вот, я на это и намекаю. Бывают заморозки. Мне периодически звонят журналисты. Так, вот, гидрометцентр обещал заморозки. Все, катастрофа. Ничего не будет. Все померзнет. Листочков не будет. Урожаев не будет. Все, все, все. Ну, конечно, это не так. Это не все. Это не все. Уже один замороз был. Вот, допустим, в Калужской области он был в воздухе минус 4. То есть, заморозили воду, заморозили краны какие-то. Вот. А всходы малины ремонтантной, ну, повредились процентов, может быть, на 30. То есть, никакой катастрофы, как в прошлом году, не было. Вот в прошлом году все расты, вообще все растки малины, все были заморожены полностью. Она восстанавливалась обратно из корней. Так, вы так вот про малинку сейчас начинаете, потому что я знаю, что малина у вас сейчас на первом месте. Малина на первом месте, потому что малина – это мой основной сейчас заработок. То есть, мне, слава богу, позволяют там мои работодатели на ней зарабатывать. Ну, то есть, у меня процент от урожая. Чем больше выращу, тем больше... Отлично. Про малину мы чуть позже поговорим. Вот так вот закинем, что про малину мы расскажем очень много интересного. Ну, давайте в плодовый сад. Итак, по поводу заморозков. Часто ли бывают заморозки в России? Каждый год бывают заморозки. Всегда. То есть, каждую весну, чтобы их не было, это... Ну, бывает такое, конечно, но, наверное, раз, может быть, лет в 10 или в 8. Ну, это, в общем, скорее редкое явление, чем частое, когда их нет. И при этом урожай... И при этом урожай есть, и все хорошо, и все более-менее нормально. Как мы можем противостоять заморозкам? И какие заморозки опасны, какие нет? Конечно, для плодовых деревьев, если мы про них говорим, опасны заморозки те, которые в воздухе. Если заморозок на почве, ну и что, цветы выше, ничего не будет. А тогда замерзает только поверхность почвы. То есть, в воздухе мороза нет. Воздух все равно сохраняет некоторую положительную температуру, либо ноль. Если ветерочек, допустим. А если ветерочек, это еще лучше. Это значит, что заморозка не будет. Ветер перемешивает воздух, и заморозка почти наверняка не будет. Потому что я вот по себе знаю, что самый нехороший заморозок – это когда безветренная погода. Да, безветренная. Потому что… И звезды. Да, да, да. И именно к звездам туда улетает все наше тепло. То есть, оно просто… нету вот этого как бы одеяльца из облаков, и все тепло улетает в космос. Все туда, к звездам туда вот и улетает. Ой. И все видно, заморозок будет. Когда обычно заморозок приходит? То есть, даже есть способ такой прогноза заморозков, и он делается всегда поправка в 21 час на облачность. И вот способ достаточно точно называется «Михалевского». Ну, неважно, как он называется. Ну, то есть, можно сравнить влажность воздуха, там несколько параметров учитываются уравнения, и делается поправка на облачность, и очень точно прогнозируется заморозок. Когда он обычно приходит заморозок? В какое время? Всегда. Самый сильный мороз – это с первым лучом Солнца. То есть, первый луч Солнца – самый сильный мороз. То есть это раннее-раннее утро? Раннее-раннее утро. Часа три-четыре? Ну, сейчас, наверное, да, уже четыре, да. То есть в это время не спать? В это время надо дымить, надо дымить. Вот это в промышленном саду, это один из возможных способов защиты от заморозков. В любительском саду можно еще и прыскать водой, то есть поливать воду. Грубо говоря, поливать. Давайте вот по порядку. Дымление, что это такое? Дымление. У нас заранее разложены кучи сухой листвы, ну, все, что у нас негодное такое в саду. Но лучше всего это листва, листва, листва плюс солома. Желательно, чтобы оно было не абсолютно сухой. То есть нельзя вытащить эту кучу из сарая, сегодня положить и сегодня дымить. Надо, чтобы она полежала, чтобы она была немножко хотя бы влажная, чтобы она сразу не сгорела. Если она сгорит, то опять же все тепло, немедленно улетит в космос, все. Наша задача – укрыть наш сад вот таким одеялом из дыма. Вот этот дым, он не будет давать теплу, которое пытается прорваться в космос, он, вот это одеяло, нам вот задержит. Не сам дым греет, а дым просто дает одеяло. Дым сохраняет тепло. Конечно, не греет. Никаким костром вы ничего не согреете. Это как во Франции там показывают какие-то десятки тысяч гектар какие-то бочки, они жгут. Ну, может быть, французам и помогает, но что-то есть большие сомнения в этом способе. И с какой стороны нам располагать? С той стороны, наверное, откуда дует ветер. Да, но дело в том, что непонятно, с какой стороны он будет дуть и будет дуть ли вообще. То есть, надо раскладывать по всему саду достаточно равномерно, надо разложить эти кучи заранее, чтобы они немножко стали влажными. Нельзя, чтобы они были сухими. И на дачном участке этот способ, осторожнее с этим способом, потому что пожарный инспектор может вдруг проснуться, и соседи недовольны быть. Скажут, мы тут спим, приехали воздухом подышать, а вы дымите. Поэтому сначала надо договориться. В советское время, я даже помню, продавали специально в садовых магазинах шашки. Вот шашку поджигаешь, там дымище такое. Но что-то она, по-моему, недолго работала, насколько я помню. То есть, ну, все-таки это так себе. Надежнее это кучи. Кучи всякого хлама, солома, опад, то есть листья опавшие. Вот это самое надежное. Отлично. Насчет хлама мы запомним. Хлама на даче хватает. Одеяло можно какое-нибудь кинуть ватное. Оно долго будет лить, много дыма. Ой, а вонище будет. Вонище будет. Зато и яблоки у вас будут, и сливы. Ну, ладно, переходим к водичке. Для чего водичкой-то мы сад опрыскиваем? Водичкой тоже мы можем спасти цветы. Даже дело в том, что когда вода замерзает, она выделяет некоторое количество тепла. И вот этого количества тепла хватает, чтобы сохранить хотя бы небольшой плюс или ноль в пестиках цветов. То есть, самая нежная вещь – это пестик. И он замерз, как пестик. Пестик – это что давать? Не все, особенно молодые люди, знают, что такое пестик. У молодых людей там скорее тычинки, а пестик – это как раз полная противоположность. То есть, пестик – это посерединке цветочка. Это женское начало, да. А тычинка как раз мужское. Хорошо. Если вдруг мороз ее побил, каков пестик будет? Можно определить? Черный. Черный. Пестик почернил, значит, из этого цветочка уже ничего не будет. Уже ничего не будет, конечно. А если не почернил, значит… Значит, все будет хорошо, скорее всего. Урожай. Ну да, если не съест кто-нибудь еще. Пестик у нас при какой температуре? Очень нежный. То есть, достаточно минус один, и пестиков не станет. Минус один. А бутон, допустим, не распустишься? А вот бутон, там уже все намного лучше. Он, мне кажется, ну так по собственному опыту говорю, мне кажется, он минус четыре вытерпливает. То есть, там еще не все так дифференцировано. Нет вот этого нежного пестика, самого кончика. Мне кажется, именно поэтому. А потом уже зависть. Ну, зависть тоже хорошо вытерпливает. То есть, она минус два, минус три вытерпит. То есть, если ваша яблоня цветет не разом так, а, скажем так, растягивает… Ну да, есть такие сорта, которые растягивают. Но у яблони это не очень хорошо выражено. А вот у алычи, вот у него большинство сортов… А у какой алычи? Это которые слива русская, это которые… Алыча гибридная. Алыча гибридная и слива растопыренная. Вот. У нее как раз вот такое растянутое цветение очень часто наблюдается. Ну, даже, можно сказать, у большинства сортов. Ну и, конечно, надо напомнить, что когда сорта районируют, одним из главных пунктов при районировании того или иного сорта как раз уход от ранневесенних заморозков. То есть, цветение либо до обычных ранневесенних заморозков в данной области, либо после. Ну да, конечно. Так что разнообразие сортов вам поможет убежать от заморозков. И сортов, и пород. То есть, допустим, абрикос в один год может попасть под заморозки, в другой может не попасть. Я свои еще наухаил. Вы сказали про всякий мусор на даче. Хлам. Хлам, да. На чердаке, например, старые какие-то рваные простыни. Понятно, что там фермер не будет ничем укрывать, потому что у него там большие объемы. У меня какие-то низкие деревья. У него там это опилки какие-то, еще что-то надо жечь. То есть, есть у меня, допустим, черешня, которая привита на боковых ветвях вишни. Просто вот берешь простынь, мочишь и накидываешь сверху. Да, там, как правило, всего не хватает одного градуса. То есть, один градус, вот этот, он играет решающую роль. То есть, чуть-чуть минус и все. Если вот этот чуть-чуть удержать и все. Вот сейчас будут повторные заморозки. Когда? На ночь, по-моему, с 8 на 9 будет. Вроде бы так, я смотрел прогноз. И, по-моему, на 11. Но там уже минус 2 обещают. Вот в Калужской области минус 2, в Тульской минус 1. В Московской, честно, не знаю, не смотрел. Ну, в любом случае, не спать в это время, а предпринимать хотя бы какие-то меры. Вот эти минус 1 даже достаточно того, чтобы просто поднять влажность воздуха. То есть, сделали хороший полив, просто полили обильно, вот прямо перед ночью. Или ночью полили. Полили, и вот этой влажности воздуха уже вполне хватит для того, чтобы цветы защитить от минус 2. То есть, минус 2 не вытерпят. Отлично. Есть у меня еще один вопрос, который часто мне задают. Обрезать яблони и подовые деревья надо. Надо. Но большинство обрезать не умеет, боится, не хочет, либо опаздывает. Вот опоздали с весенней обрезкой. Ну, ничего страшного абсолютно нет. Абсолютно ничего страшного нет. Мы бы с удовольствием обрезали прямо вот вплоть до сентября месяца. Мы бы обрезали. Не делаем это по одной причине. Знаете, по какой? По какой? Не видно. Листья. Мы не видим, куда ветки направлены. И это делать очень тяжело. А так бы с удовольствием обрезали бы все лето. В принципе, если вы опоздали, нужно какие-то веточки убрать, какие-то подкорректировать. Ничего страшного в этом нет. Делайте. Лучше всегда обрезать, чем не обрезать. Единственное, что, наверное, уже насчет всего лета, может быть, я погорячился. После, скажем так, середины июля, наверное, уже не стоит этого делать. Почему? Потому что можем вызвать вторичный рост побегов, особенно у косточковых. И тогда они неизбежны, почти неизбежны, они подмерзнут. Не успеют вызреть. То есть, стать деревянными. Ага. А как обходиться, допустим, с ненужными травянистыми побегами? Вот образовалось, например, после сильной обрезки образовалось много вертикальных побегов на яблоне? Я рекомендую всегда делать так. То есть, не знаете, как делать? Значит, через один выламываете, и все. Пока они зеленые, желательно. Через один. Через один. А потом, значит, приедет специалист и сделает, как надо. Ну, вот своим. То есть, вы стоите на тех же позициях, что и я работаем, но без экстремизма. Работаем, но осторожно. Да. А какой самый главный инструмент у начинающего садовода? Самый главный. Ну, на мой взгляд, секатор, конечно. Тоже согласен. Секатор. Без секатора это... А пила это уже для... Ну, это уже... Ну, либо это для профессионального... Ну, для промышленного сада. Вот. Пила нужна когда? Когда секатором вовремя не сделали мы, чик, значит, приходится уже пилить. А надо было когда-то там 3, 2, 5 лет назад. Надо было просто эту маленькую веточку отрезать, укоротить или там направить в другую сторону. Вы намекаете, наверное, на острые развилки. Острые развилки, ну, понятное дело. То есть, они никогда не допустимы в острую развилку. Острая развилка это как? Это вот так. То есть, это где... Сколько у нас? Градусов 30-40, да? Ну, скажем так, наверное, по породам чуть-чуть по-разному. У груши обычно они немножечко... Ну, это 45 градусов и меньше, да? Вот. А у яблони это 45 градусов примерно. Почему опасны острые развилки? Ну, потому что в острых развилках там между... Вот если у нас два побега вот так растут, между ними неизбежно образуется вот этот пробковый слой. Нет срастания. И то есть, вот если вот эту острую развилку, неважно в каком возрасте, чуть-чуть вот так пошевелить и сюда посмотреть, то видно будет, что начинает увеличиваться вот эта вот трещина. Расщепчик. Да. И, конечно, все это отломится, вопрос времени. То есть, чем больше дерево отвалится. Иногда бывает и даже большие ветки отломываются. То есть, ну, когда они совсем прям толстые. Ну, это вот... Просто когда-то в свое время секаторами не сделали вот так щелк. Так что, если вы с чего-то хотите начать, начните именно с острых развилок. С острых развилок, конечно. То, что с секатором можно взять, там, первого, второго года, ну, третьего. Ну, по идее, если регулярно все делать, то пилоты... Ну, понадобится, конечно. Да, понадобится. Но понадобится она совсем не скоро. Отлично. Коротко. Яблонево когда мы подкармливаем? Вообще, плодовый сад. Начинаем подкармливать. Ну, начинаем всегда плодовый сад подкармливать. Желательно, когда у нас осталось 2 сантиметра снежку. Я говорю, идеальный вариант. Да, то есть, обычно так не бывает никогда. Осталось чуть-чуть снежку, один сантиметр. И вот мы пошли и раскидали прямо по этому снежку аммиачную селитру. Мы знаем, что он завтра сойдет. И раскидали аммиачную селитру. Две формы азота. Соответственно, нитратный и аммонийный. То есть, нитратный сразу усваивается. Аммонийному надо время, чтобы чуть-чуть бактерии над ним поработали. Переведели в нитратную усвояемую форму. Потому что азот усваивается растениями почти исключительно в нитратной форме. Почти исключительно. Почти. Уробактерии нам помогают работать? К своему стыду не знаю. Ага. Я предпочитаю карбамид из азотных удобрений. Но это уже предпочтение. Карбамид просто чуть-чуть попозже будет. Да. Нам поработать должны. А еще чуть-чуть холодно. Поэтому нитратный. Он сразу вмоется с этим снегом и попадет в корнеобитационную С этим согласен. Карбамид работает, когда уже тепло. Да. Когда снежок, он еще не работает. То есть, весной нам нужны азотные удобрения. Да. Для чего? Ну, в первую очередь, чтобы вызвать рост сначала корней, а потом и ботвы. Ну, как мы называем обычно жаргонное название надземной части. Да? Всех растений. А я не слышал. Всех растений. Что древесных, что это? Это сверху корни, значит, сверху это ботва. Ага. Не важно. Яблони там или это морковь, все равно ботва. Интересно. Есть такое. В каких дозах мы примерно азотные удобрения вносим? Ну, где-то, наверное, 50 грамм на квадратный метр. Наверное, так. Я не ошибусь сильно. 50 граммов, это примерно полтора спичечных коробочков или где-то полторы столовые ложки. Да, наверное, где-то так, примерно. 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 Плюс-минус. Примерно, да. Но дело в том, что весной азота перебахать очень тяжело. Даже, наверное, невозможно. За лето все равно, тем более в нашей зоне, все это вымоется. Вымоется, улетит в космос или еще что-нибудь с ним случится. Жалко. Жалко. Дорог. А этому не нужно сыпать никогда. Вот мы сыпем, я говорю, идеальный вариант по снежку, либо растворять в воде, конечно. Я в воде растворяю. Это еще правильнее. Ну, там просто, когда у нас гектары, и еще система полива, допустим, не работает, мы не можем. А у нас шесть соток. Шесть соток, да. Поэтому мы можем сэкономить. Растворить в воде. Потому что вот по научным исследованиям некоторыми мне тут попались, если просто мы тупо раскидаем по сухой земле ту же аммиачную селитру, до шестидесяти процентов улетит в космос. Улетит. Все. И просто не будет. А это стоит денег. И это труд, опять же, да. И деньги. И способ. Ну, то есть, если растворить в воде, это способ сэкономить, то есть, сразу с водой. А потом еще в ямке, да? Еще лучше. Ямки еще заделали. Ой, это еще лучше, конечно. Да. Да. Но другой вариант просто раскидать и заделать. Тоже, в принципе, рабочий вариант. Если лень уж в воде растворять совсем. Хорошо. А следующая подкорбка у нас когда будет? И, кстати, воды может не быть в это время. В СНТ воду включают, ну, где-то на майские праздники обычно. В СНТ. У нас 5 мая всегда включают. О, и вот я что и говорю. Так что я уже с водой. Дырки все заделали в трубе, да, поставили заплатки. И все с водой можно уже поливать. Хорошо. Следующая подкорбка у нас когда намечается? Ну, это опять мы сейчас рассматриваем любительский сад, правильно? Только любительский. Только любительский. Только любительский. Ну, следующую уже, наверное, нужно, ну, не наверное, а стоит делать комплексными удобрениями. Комплексные удобрения содержат у нас и азот, и фосфор, и калий. Да. А иногда еще плюс микроэлементы. Да, плюс микроэлементы. Вот. Конечно, вот самый дешевый вариант – это комплексные удобрения. Вот я сейчас нашел комплексные удобрения по 36 рублей килограмм. Да-да. Да. Но это, опять же, надо тонну купить. Я видел нитрофосочку за 180 рублей килограмм. Для экулянтов жадности-то нету, как бы, пределов. Поэтому, к сожалению, это так. А вот для аграриев, вот в сельхозхимии, допустим, в Зарайской, вот, пожалуйста, 36 рублей килограмм и карбамид, и комплексные удобрения 8-24-24. Так, это что у нас? Это нитрофор? А у него нет названия. Это просто вот удобрение 8-24-24. Обычная диамофоска. 8-24-24 – это вы называете… Это 8 азота, конечно же. Я прошу прощения, не пояснил. 8 азота, 24 – это фосфор и 24 калий. Богато, богато. Как раз азоту не так много. Да, азот мы можем добавить, сколько нам нужно. Мы вот очень любим это удобрение. А хорошо, вот есть такие люди, которые говорят, вот все это минеральное удобрение – это химия, мы химию не применяем. Вот мы хотим только органическими удобрениями подкармливать. Что им посоветовать? Ну, что им посоветовать? Если нет свободных элементов в почве, да, нету азота, нету фосфора, нету калия, растению не из чего построить свое тело. Тело растения состоит, конечно, из углерода, но и углерод растения получает из воздуха, ну, из углекислого газа. Вот. Но если нет подвижных элементов питания в почве, взять их растению неоткуда. Ну, урожай будет либо маленький, либо его не будет. Ну, а ты считаешь интернет, там это самое, крапивы нарвите, настоите крапивой бочкой, все этим подкармливайте, это такой питательный раствор. Не-не-не, я не спорю, это очень хороший питательный раствор, но если, ну, там, не знаю, на метр, если литров 300 вылеть этого раствора, наверное, может быть, и заменит это удобрение, ну, или 400, надо знать концентрацию. Ну, это как чай, вместо обеда чай пить, да? Примерно так, то есть, можно, конечно, но сколько его надо выпить, да? Ладно, тогда мы уходим, наверное, к птичьему помету, наверное, только птичий помет или там настой конского, конского или коровьего навоза может нас спасти. Ну, все равно в навозе, навоз это в первую очередь и птичий помет, конечно, еще там больше. Это лотерея. Это азот, это азот, то есть, ну, в первую очередь, один элемент питания, других там мало, то есть, фосфор и калия там мало, потому не столько много. То есть, да мы еще и не знаем, сколько там азотов. Конечно, то есть, как хранился... Лотерея, да? Абсолютно, то есть, как хранился, то есть, вот нам возили птичий помет, он там, ну, лет 6-7 пролежал, он такой уже прям вообще. Ну, я так думаю, что азота там мало, вот, а органического вещества много. Ну, вещь хорошая, но не панацея. Не панацея, конечно, не панацея. Все-таки профессионалы стараются применять именно минеральную водопаду. Ну, от них, к сожалению... Ну, а почему, к сожалению? От них никуда не уйти, потому что нет свободных элементов в почве. Все, взять их ниоткуда. Они по волшебству, там, в 1,6 раза или там в 3 раза урожай не повысятся от какой-то волшебной, целебной там пилюли. Ну, как? Опять же, в интернете сидираты, разводите, и вот от сидиратов у вас все будет хорошо. А сидираты-то где возьмут элементы? Тоже уж не из воздуха, наверное. Тоже, конечно, не из воздуха. Ну, если они, конечно, не горох, не люцерна. Ну, да. Которые могут азот взять с помощью азотобактера из воздуха. Итак, ну, вот так мы немножечко пробегаемся к подкормкам. А поливы сада, насколько сад нужно поливать, чтобы он всегда давал... В первую очередь, это зависит от конструкции саженца. То есть, если саженец, чем более карликовый подвой, тем больше нужны и поливов, и питания. Чем... Корневая система очень слабая. Это... В этом случае что происходит? Карликовый подвой сдерживает рост дерева. То есть, он немножко душит, вот так душит, 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 душит надземную часть. А дерево, сорт привитой, думает, у меня, наверное, проблемы. И если сейчас я не дам урожай, то я вообще останусь без потомств. Ну, в принципе, это вот так происходит. В двух словах, если. Вот. И, соответственно, чем более карликовый подвой, тем мы должны больше давать полива и подкормок. И чем он менее карликовый, то мы можем, в принципе, вот как у бабушки деревья, там по 9 метров, по 10. Ну, там вот, как бы, корневая система настолько мощная, что она сама себе все добудет, можно и не поливать. И ничего не делается. Далеко уходит. Да, корни там уже почти в Америке, то есть, ну, они уже нашли все, что нужно. Отлично. Значит, на высокорослых подвоях можно, в принципе... Пренебречь. 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 Все со всем. Вот именно потому, что их, как бы, ну, вот экстремальные какие-то периоды, вот, ну, их не полили. А я в 2010 году видел одного дедушку, у которого отключили воду, но он единственный, у него сад не засох, потому что дедушка оказался очень экономный и хитрый. Он поливал в ямке, не просто вот поливал поверхность почвы, а именно в ямке и тут же заделывал скошенной травой. Чтобы вода не испарялась. Да, да, да. Ну, и, конечно, там... И он таскал из речки... И в правильном месте он это делал. То есть не около ствола он поливал, где корней давным-давно нет. Он поверхность почвы не поливал, а именно в зону корней доставлял и закрывал это скошенной травой, чтобы это не испарялось. То есть у него ни грамма воды... В зоне всасывающих корней тогда. И все, дедушка ничего не потерял, что-то он там принес, этого дерева вполне хватило. Совершенно верно. Поэтому, видите, мы приходим к тому, что мороз ли, засуха, если садовод соображает, он с головой, если у него есть опыт, он, в общем-то, все переборет. Поэтому, если кто-то говорит, у меня это не растет, у меня то не растет, потому что вот не растет, потому что в нашей зоне не растет, потому что там от соседей... И тогда это все отговорки. Абсолютно. Значит, вы плохой садовод. Можно все сделать. Либо неопытный, да. Учитесь, все будет. Скорее всего, обычно это ленивый. И вот лень прикрывается всегда вот, что вот потому что начинается. А дело не в том, что что-то случилось, а в том, что ты ленивый и не сделал что-то вовремя. Вот и все. Ну, садовод не должен быть очень такой работящий. Понимаете, когда он много-много работает, у него мозоли на руках, это, на мой взгляд, не очень хороший садовод. Садовод, прежде всего, работает головой. Конечно. Да. Конечно. А не руками. А, ну мы же приходим к тому, что садовод должен много работать, но прежде всего головой. Прежде всего головой, а не руками, безусловно. Отлично. Давайте к малине, к нашей любимой теме. Вот, как у нас говорят, не жизнь... А малина. А почему-то вот на Руси всегда малина, это была какой-то мечтой, ягода, ягода сладости. Ну вот на Руси, да, не жизнь малина, да, так было. А теперь почему-то все, много очень людей любят, наоборот, клубничку. Клубничку. Да нет, по-моему, малина гораздо вкуснее, слаще, ароматнее. Я в переносном чуть-чуть смысле. Я считаю, что варенье это не самый лучший продукт. Слишком много сахара. Раньше когда-то, когда сахара было не так много на столе, варенье, ой, прекрасно варенье, сладкое. А сейчас как-то варенье не идет. Единственное варенье, которое у меня, это варенье из малины. Причем я из желтой почему-то варю. Ну вот так вот привык. Дело в том, что для малины вкус ягод в варенье не важен. То есть она может быть кислая, может быть какой угодно. В варенье она меняет вкус. То есть она делается, мы внесли сахар, она стала сладкой, все стало хорошо. То есть вот сейчас даже некоторые сорта из специальной комбайновой уборки вывели. Евдокименко вывел Сергей Николаевич. И Евдокименко, это у нас известный авторитет в области малины. Ну это, наверное, чуть не единственный селекционер, который работает с малиной в России. Ну по крайней мере. Вот так. Обязательно про его сорта мы расскажем. Да. И вот сейчас у него появился сорт, салют называется. Он предназначен для комбайновой уборки. Он ранен. Потому что нам на варенье. А нам не важно, когда мы на варенье, нам не важно, что ягода будет битая какая-то, чуть-чуть не такая, чуть-чуть поломанная. Он ее стрясает, что ли? Да, да, да. То есть ее стрясают с кустов. И естественно, она тоже должна быть переработана. И вот этот салют, он кислый. А в этом случае, неважно какого. Салют – это название сорта. Название сорта для комбайновой уборки. Нам не нужно. Новый сорт? Нам не нужен этот сорт. Судоводом. В этом у нас комбайнов, малиноуборочных нет. Комбайнов нет. Да, это сорт скорее для производства. Потому что механизировать как-то сбор малины, особенно если это на фреш, это невозможно. То есть, как бы у тебя импортный комбайн не был, он малину тебе побьют. То есть, у тебя люди посмотрят, никто не купит. Вот. А так переработал. А в переработку, конечно, пойдет все, безусловно. Какие бывают малины? Малины бывают традиционные. Традиционные это? Это которые у нас, которые… В лесу растут. Которые, да, которые растут в лесу. Вот. Листая малина, она такая ароматная. Ой, такая ароматная. Но ее и мало, и мелкая. И медведи конкурируют с нами. Сейчас уже, да. То есть, медведей уже стало прям что-то реально много. То есть, как-то вот… Читайте старые русские сказки. Медведи всегда малину любят. Это, в общем-то, не сказка. Действительно, они на малине очень хорошо отъедаются. Так что, будьте осторожны, пойдете в малине, как там, медведь бы не выскочил. Да, малина, конечно, прекрасная. Ягода абсолютно. То есть, это вот традиционные сорта, которые… Которые у нас, урожай мы получаем там в начале июля. Июля. Ля. Вот. Малина цветет у нас, по-моему, одно из самых последних. Малина поздно цветет, то есть… Уже где-то, чуть ли не в июне она… Мне кажется, где-то так примерно. Ну, в разных регионах по-разному, но очень-очень… Это одна из малин. А есть вторая группа сортов малины, называется она ремонтантная. Ремонтантная – это, в двух словах, те сорта, которые на зиму мы скашиваем, обязательно и полностью скашиваем, и урожай получаем на побегах, которые выросли в этот год из земли и на них появляются ягоды. Вот это ремонтантная сорта. Малина обычно, она такое растение многолетнее, но с двухлетним циклом. С двухлетним циклом. Какая проблема самая большая летних малин? Вирусы. То есть, она цветет в одно время с той малиной, которая цветет у соседа и, самое главное, с той малиной, которая цветет в лесу. Так как большинство, почти все вирусы малины переносятся насекомыми, то есть, с пыльцой эти вирусы прекрасно переносятся на вашу малину, и даже если был оздоровленный посадочный материал, то есть, из лаборатории полученный, то он все равно заболеет этими вирусами. А вот, что касается ремонтантной малины, она цветет в другое время, чем лесная, и поэтому вирусы там, ну, как-то заполучить очень тяжело. Если у тебя чистый посадочный материал, то есть, безвирусный, ну, максимально безвирусный, то заболеет она очень нескоро. А еще она не бывает в червивой. Червивой, потому что пока черви, ну, то есть, личинки жуков не приучились к тому, что она так поздно созревает. И жизненный цикл жуков, ну, это, конечно, они привыкнут, конечно, привыкнут, но должно пройти. Но мы успеем. Но пройдет время, пройдет время. Насколько длинная, непонятно, но... Вот давайте, я так чувствую, что ремонтантный это ваш конек, поэтому давайте сначала обычную малину. Если мы сейчас не расскажем про несколько каких-то самых таких вот супер вкусных, сладких, ароматных, замечательных сортов, нам этого не просят. Ну, эталон вкуса, это, конечно, если это обычная малина, это новость Кузьмина. Она как бы, ну, неофициально признана эталоном вкуса. Новость Кузьмина. Она давным-давно не новость. Она, по-моему, в 870-х годах была выведена, если меня... В 1080-х... Давным-давно. Очень. О-о-о. Да. Ну, я могу ошибаться. Новость Кузьмина. Она не новость, да. У меня, я очень люблю, и у меня уже лет 20 награда. Не знаком с сортом, я не работал с ним, не могу сказать. Тогда тут вам виднее. Какие сорта? Какие сорта? Тут вам виднее, тут, наверное, лучше послушаем вас. Какие сорта еще вы любите и рекомендуете? Из обычной. Да, из обычной. Ну, даже вот затрудняюсь сказать. Желтые сорта? Желтые, как правило, всегда вкуснее, слаще. Почему? А, неизвестно. Потому что, на мой взгляд, вот эта кислость связана с краснотой. Чем меньше красноты, тем больше сладости. Вот как я замечаю. Я тоже очень желтую люблю. У меня есть золотые купола. А, золотые купола, да, это тоже казаковская малина. Да, тоже казаковская? Да. Ага. Какие тогда ремонтантные сорта, ремонтантные, то есть, которые могут дать либо два урожая, либо один весенний урожай, либо один осенний урожай? Да, но ремонтантные сорта, они заточены под все-таки осенний урожай. Если мы начинаем пытаться получить два урожая, то получаем либо два небольших, вот, и, как правило, ну, как правило, ничего хорошего из этого не уходит. Почему? Потому что все болезни переходят спокойненько с традиционных сортов на ремонтантные. То есть, вот из-за этого. То есть, я неправильно сказал. С тех ягод, которые мы получаем летом, спокойненько переходят на осенний урожай тоже. Все болезни туда переходят. Поэтому у нас один раз было поле косили не мы, скосили плохо, и из-за этого пошли, много было летней малины, она начала, грубо говоря, плесневеть, и эта плесень разлетелась у нас по ремонтантной малине. Мы, ну, чуть не весь урожай потеряли. Если бы вовремя там не спохватились, то потеряли бы весь. У меня растет карамелька. Карамелька, да. Это авторы сорта это Шиблево и Евдокименко. Это тот же, тот же Брянск опять. Вот. Это Брянский, научно-исследовательский институт. Да, но каким-то образом, ну, я, к сожалению, не знаю, мне Евдокименко не рассказывал, вот, но каким-то образом авторство сорта теперь у Шиблевых. Как это случилось, я не знаю, но Евдокименко совершенно точно соавтор. И это в госрейстре написано. Но права на сорт у Шиблевых. Мне очень нравится этот сорт. Она очень, очень сладкая. Сладкая. Я-то ее пытал сейчас в этом году попробовать два урожая. Значит, вы мне не советуете два урожая. Два урожая только на идеальном питании, на идеальном освещении. То есть, все-все-все должно быть идеально, тогда что-то получится. А еще лучше в теплице, в защищенном грунте. Нет. Ну, в теплице все-таки для помидоров. А у Карамельки, мне, она все-таки к осени, она мельчает. Она требует очень высокой агротехники. И если сравнивать с другими ремонтантными сортами той же селекции, да, то ну, все-таки урожая маловато. Какими сортами? Давайте. Ну, вот мы в промы... Ну, вот сейчас я обслуживаю два хозяйства. В одном хозяйстве там три гектара малины, в другом один. Вот. Мы используем такие сорта, как Атлант. Ну, это, конечно, сорт очень урожайный, но он немножко кисловат, на наш взгляд. Вот. Атлант поклон казаков. Вот это вот два суперсорта. Сейчас размножаем только поклон казаков, потому что он, пускай чуть-чуть менее урожайный, но он раньше, это во-первых. А во-вторых, он, конечно, вкуснее. То есть, вот по вкусу, ну, на данный момент из отечественных сортов, я не беру внимание импортные, наверное, это лучший сорт отечественной селекции. Еще сейчас опять тот же Евдокименко Сергей Николаевич вывел «Комсомольскую правду». В этом году, по-моему, она была внесена в госреестр. Комсомольская правда? Комсомольская правда, да. Такое красивое название. И он, ну, сам Евдокименко говорит, что она вкусная. Я ему позвонил, спросил еще раз, ну, правда ли вкусная. Да, говорит, правда вкусная. Все. Тогда просьба будет еще сорт какой-то называть «Правда.ру». Тоже очень хорошее название, чтобы у него была «Комсомольская правда» и «Правда.ру». «Правда.ру», да, тоже хорошее название. Все, да. И такая серия из «Правды», да. А там пойдет еще «Пионерская правда». Ну, да. И прочая-прочая правда. Ну, да. Замечательно. Вот. И как бы достоинство ремонтантных сортов в том, что они поражаются основными вредителями малины. Ну, болезнями, к сожалению, поражаются. Наша беда – это серый гниль. Вот если дождь пошел, ну, мы урожай начинаем терять, 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 терять. А дожди осенью-то бывает? А дожди осенью-то бывает. Малина обычно ее считают многие агрессором. То есть, вот посадил малину, она начинает, особенно при плохом уходе и недосмотре, расползаться в разные стороны, к соседу лезет. Ну, лезет, да. За забор. Лезет. Причем у соседа она оказывается в чем-то всегда слаще. Рука и тянется обязательно к соседу. К соседу, да. Да. Ну, конечно, это не такой агрессор, как борщевик Сосновского, да, то есть, тут их сравнивать нельзя. И что, малина какая-то там, она уж очень агрессивная, два раза скосил, вот ее и нет. Так вот, насчет агрессора, ведь разные сорта малины, они имеют разную побега образовательную способность. Какие-то больше гонят. Ну, да, вот у нас два сорта, например, атлант и поклон казакову. Вот атлант обильную поросль дает, а поклон казакову мы только себе расширяемся и даже не можем ничего не продать, ничего, то есть, как бы. То есть, если вы опасаетесь поросли, то выбираете сорта с низкой побега образовательной способностью. Ну, тут надо понимать тоже, полка о двух концах, то есть, они, в этом случае, она медленнее разрастается, то есть, надо больше посадочного материала на единицу площади посадить. Ну, для садоводов любителей. Ну, разрастется, конечно, что там говорить. И, конечно, с малиной самая такая неприятность, что, если два сорта посадили рядом, не как у нас в поле, рядами, да, мы знаем, какой ряд, какой сорт, а если вы посадили что-то рядом, они начинают переплетаться поросль, туда лезет, сюда лезет, оттуда лезет, сюда, и в результате все перемешалось, что там растет, непонятно. Вот. Тоже такая беда, конечно, есть у малины. Что такое у малины крапивка? Крапивка – это молодые вот такие побеги, ну, сантиметров 10-15 в длину. И вот с этой крапивкой очень интересная ситуация. То есть, это мне, опять же, рассказал Андрей Евгеньевич Седов. Вот. Который был здесь, в студии, рассказывал про яблоки, яблони, и очень-очень всем понравился. Да, Андрей Евгеньевич, это, ну, я в свое время у него учился, он работал агрономом, я был студентом у него на практике, вот, и с тех пор поддерживаем хорошие отношения. Вот. Что мне рассказал Андрей Евгеньевич? Говорит, говорит, берешь зимой в теплицу, выкопанные корни малины раскладываешь, теплица, конечно, отапливаемая, это способ не для любителей, вот, засыпаешь все это слоем торфа, и у тебя начинает прорастать крапивка. И что интересно, чем больше рвешь эту крапивку, тем больше появляются новые крапивки. Вот. И вот так можно очень быстро и хорошо размножить малину. А как вы обрабатываете почву под малиной? Мы в обоих хозяйствах обрабатываем, держим под черным паром. То есть у нас... Черный пар, это рыхлая земля. Это черная, рыхлая земля без сорняков. Вот. То есть мы, ну, до восьми, наверное, раз за сезон обрабатываем междурядие, держим ее абсолютно, чтобы не было никаких сорняков, потому что нам нужно урожай. дискуете? А? Дискуете. Ну, иногда у нас и дискаторы есть, и фреза, то есть, когда смотрим, когда можем продисковать, продисковали, ну, либо мотоблок. Мотоблок. А ведь у малины корневая система, это она достаточно поверхностная? Очень поверхностная и очень слабая. То есть у малины слабое место, это, конечно, корневая система. Ее, ну, практически там нету. Ну, то есть есть, конечно, но очень мало. Корневая система, да, у малины слабая. Вот. Поэтому она так требовательна к плодородию почвы. То есть очень хорошо, самое лучшее средство для увеличения урожаев малины, безусловно, вот в этом случае как раз навоз. Вот на навоз она отзывается прям очень-очень. Я не говорю про то, что не надо еще и минеральное удобрение давать. Конечно, надо. И мы даем, и мы даем удобрение акварин и даем по капельной трубе. Вот это самый идеальный способ питания малины. Вместе с поливом, то есть в большом количестве воды, вся эта вода проваливается в зону корневой системы. Вот. Регулярно мы туда добавляем удобрение почти в каждый полив. Вот. Вот это, наверное, идеально совместно использовать навоз и минеральное удобрение. А полив? Полив, конечно. Полив малине обязательно. Без полива не будет никакого у вас урожая. То есть уже пора поливать. Вот в Калужской области я вчера был, все уже пора поливать. Вчера там не было такого дождя, как был в Москве, и все там сухо, я смотрю, все пора поливать. Сейчас будем раскатывать трубки. Как-то я вот обращал внимание, что малина хорошо растет возле забора, возле сарая. Конечно, потому что там тепло и нет ветра. Ага. То есть, ну, забор или сарай отражает тепло, и там тепло, хорошо. И накапливается еще снег. И снег накапливается, да, который, если в случае ремонтантной малины нам все равно, сколько снега, то есть главное, чтобы он чуть-чуть был, она не вымерзнет, то у обыкновенной малины побеги все торчат над снегом. И чем больше снега, соответственно, тем меньше вероятность, что там она подмерзнет. Снег как одеялком ее укрывает, и там прекрасно. Вот мы до нашего эфира как раз разговаривали, упомянули сорт полька, а у меня один знакомый рассказывал, что полька это самый-самый лучший сорт. Вкусный, ароматный, а вы смеяться начали. Абсолютно, нет, абсолютно точно, это вкусный, самый вкусный, самый ароматный сорт, если человек не пробовал другой малины. Да, конечно. То есть, допустим, мы сейчас продаем малину, начинаем с польки в какой-то дом продавать. Если, не дай бог, привезешь туда поклон казакову, все, польку у тебя не будут больше брать. Это совершенно точно проверено. То есть, если возишь эту польку и вози все, другой малины они не должны пробовать. Тогда они говорят, да, это самое вкусное, самое сочное, прекрасное ягодо. Благодарности в комментариях пишут, все хорошо. Но, как только человек пробует что-то другое, то оказывается, что полька не такая уж и вкусная. Малина обычно, как вот когда выбирают в каталогах, покрупнее, здоровая, малина там чуть ли не палит. Ну да, да, сейчас там что-то они такое вывели, но, как правило, вот эта вот крупность коррелирует, то есть, коррелирует, да, другое слово я не могу тут подобрать, коррелирует с невкусностью. То есть, чем крупнее, тем невкуснее. Вот, грубо говоря, так. То есть, можно это объяснить так, что чем ягода больше, то малины в ней определенное количество, а остальное растение накачивает туда воду для размера. Вот и все. Просто, ну, как бы так. Можно, наверное, так объяснить. Да, замечательно. Ну, теперь, наверное, попытаемся про кандидатов в лауреаты Нобелевской премии. Тут появилось, активно продают у нас малиновые деревья. Если зайдете, ну, вот сразу смеяться начинаете. Что такое малиновое дерево? Ну, малиновое дерево это просто штамповая малина, то есть, это какая-то отобранная форма. В свое время, по-моему, в начале 90-х казаков еще Иван Васильевич отобрал какие-то формы, ну, и присвоил им название сортов. Типа тарусы. Типа тарусы, да, да. То есть, это мощно, а, штамбовая. Что такое штамбовая? Это просто с толстым стеблем. Все. С толстым, неполегающим стеблем. Ну, наверное, она вкусная. Нет, конечно. Она, вот эта штамбовость тоже связана как-то с невкусностью. То есть, штамбовые сорта, как правило, невкусные. То есть, поэтому... Может быть, я слишком привередливый, потому что уже не первый год занимаюсь, да, я попробовал разную. Поэтому, если вы видите, продают вам штамбовую малину, либо в скобочках, вернее, не штамбовое, а малиновое дерево, это... Ну, то что-то вкусного там ожидать не стоит. Ну, и ничего необычного. То есть... Необычного тоже ничего нет. Просто малина с толстым стеблем. Все. Никакое это не дерево. Почему так называется? Мне никто не... Ну, как вьющаяся земляника. Это те же люди продают, которые продают вьющуюся землянику. Вот сейчас они переименовались. Раньше в интернете постоянно под названием Беккер продавалось. Они работают. Работают. Они, по-моему, переименовались в что-то другое. Я их по Пашибу вижу. Пашиба одинакового сайта, и, скорее всего, это тот же Беккер. В Смоленске они работают, они продают. Которые зимостойкую хурму для Сибири продают. Это вот... Колоновидные груши, колоновидные черешни, колоновидные вишни. Ну, как мы все знаем, и агроном Качалкин подтвердит, который большой специалист по колоновидности, что колоновидными бывают только яблони. Ну, в принципе, да, но все-таки я видел суперспуровые сорта. Суперспуровые? Да. Но это все-таки не колоновидные. Ну, не колоновидные, конечно. Да. Да. Так что поменьше, смотрите вот эти фотошопные картиночки, байки разные, типа там колоновидной малины. Колоновидная малина, кстати, сейчас мы... Я оговорился, завтра она появится. Колоновидная малина, почему бы и нет. Нормальный такой ход маркетинга, очень хороший. Колоновидная малина. вот сейчас мы договорились, что действительно это будут продавать. Так что, где обычному человеку, который хочет нормальные, хорошие, вкусные, замечательные сорта и ее брать. Пойти накопать к соседу? Если совсем по-правильному, то надо поехать в Брянск, поехать в Кокино, там купить. Кокино это что? Кокино это вот где находится Брянский аграрный институт, где ведет селекцию Евдокименко Сергей Николаевич. А, так это как Мекка для... Ну, это совсем правильно. Это совсем правильно, да. Я уверен, что есть и другие производители, но я не знаю, просто можно рекламировать или нет их здесь. Ну, скажем так, в питомниках мы можем покупать. Под названием питомники сейчас, ну, любые спекулянты называют себя питомники. Нет, там, где выращивают. Не там, где перепродают, а там, где выращивают. Ну, тоже очень сильно зависит от агронома, насколько это качественно все агроном следит за пересортом. У малины пересорты, я говорю, они вот могут, поросль может перепутываться и очень все это легко перепутывается. То есть, 10% пересорта для этого хороший питомник, вот скажем так. 10%. Ну, к сожалению, да. Ну, я после того, как собственными руками увидел написанную бирку, что там Антоновка, или даже не Антоновка, а что-то белый налив на богатыре, я понял, что это действительно так. Ну, по крайней мере, они родственники, близкие. Ну, если с Антоновкой, то да. богатырь, это там сыночек Антоновки. да, 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 совершенно верно. Ну, в любом случае, в интернете покупать, вы покупаете кота в мешке, малину в мешке, если в питомнике больше шансов. Да, в питомнике, конечно, больше шансов. Ну, и идеально, это там, где работают селекционеры, где ведется селекция. Селекция, в том числе, Кокина, это как бы филиал в СТИСПа, института садоводства и питомниководства, который находится в Бирюлеве. То есть, Бирюлевский институт садоводства. Вот. Бирюлево, если съездить, Бирюлево ближе. Бирюлево ближе. Но, я там когда-то был на курсах апробаторов, и нас научили, значит, как что-то определять. А потом мы пошли определять на их торговую площадку. Оказалось? Оказалось, что это совсем не то. И я был просто поражен, конечно, этим фактом. Ой, хорошо. Спасибо вам большое. Может быть, так вот поговорили про малину, затронули какие-то такие болевые точки. На самом деле, тема очень большая, тема интересная. И мы обязательно к этой теме и к другим темам вернемся. Спасибо вам огромное. Вам спасибо. Всего хорошего. До свидания. Продолжение следует...